здравствуйте уважаемые друзья у нас сегодня отличное зимнее утро за бортом минус 15 градусов вчера у нас примерно 10 часов утра с полдесятого утра и до самого вечера шоу снег вывалы в общей сложности на мой взгляд сантиметров где-то 20 может быть 25 осадков машина была в большом сугробе когда я забирал со стоянки вечером и собственно сейчас вы наблюдаете как обычно как работает уборочная система у нас оглядываясь по обочинам дороге вы видите что там убрано что не убрано как правило убраны тротуары приезжают специально такие маленькие тракторочки у них ковшики они как раз по ширине тротуара и они все бодро сносят что касается улиц то видно что те места где машина не парковались там вроде как убрана там где паркована машину то естественно не очень убрана и на повестке дня такой глобальный вопрос в контексте рассуждений по поводу того как там будет меняться мир yellowstone и так далее верю ли я и что я думаю по поводу того что ближайшее время ближайшее столетие скажем так с точки зрения истории то ни о чем вообще одно столетие из-за глобальных изменений климата будет перекроена карта мира в том числе карта северной америки что по этому поводу я могу сказать уважаемые публики значит на мой взгляд 100 лет это как я уже сказал слишком маленький период для того чтобы говорить что в этот период что-нибудь произойдет за исключение форс-мажора типа если вдруг в конце концов этот еллостоновский вулкан разразиться да потому что опять же он может с одной стороны разразить в любой момент извержение произойти а другой стороны этот момент может наступить там через 100 и через 200 через 30 через 400 то есть непонятно когда да это может быть форс-мажор то есть тот фактор который мы не можем учитывать фактор который вне нашей зоны зоны контроля поэтому если мы говорим о других моментах до связанных с тем что все будет течь в определенном устоявшихся скан так порядке вещей то есть ничего не будет происходить не ничего не будет извергаться да то я не думаю что на территории северной америки что-то произойдет за исключением того что чисто теоретически до рассуждая я вот опять же не очень верю что дескать канада сша могут объединиться в единое государство об этом время от времени кто-то там начинает разговоры заводить но я никогда не видел чтобы эта идея на самом деле приобрела какую-то большую поддержку страны простых канадцев американцев вообще чем могу сказать я читал только канадские отзывы по и по поводу этого сюжета так вот большинство канадцев считают что если канады вместе с сша в ненагесерство то это будет вред для канадцев потому что в канаде построена с точки зрения канадцев более справедливые общество чем то которые есть в сша то есть несмотря на кучу плюсов до которые есть там возможность жить в теплой калифорнии или теплом теплой флориде возможность там получить доступ на рынок труда который это будет давать хорошую зарплату несмотря на все эти люди не носите плюсы вы что карата с карата считает что это не главное главное то что нам не по мнению канадцев до более культурное более спокойное общество более безопасное более скажем бог более ориентированно на простого человека на простого жителя это если мы говорим о факторах которые реально могут повлиять на то что карта северной америки будут перекроены теперь обсуждая северную америку перекинемся там на другие континенты да я не думаю допустим что что-то поменяется в европе из-за климата все процессы которые происходят в европе они находят исключительно человеческие они точнее но исключительно человеческий фактор и соответственно именно благодаря действию тех или иных государств политиков там и так далее что-то там может учиться могут перекроены карты и это регулярно происходит да то есть вы видите события которые происходят в европе в связи с брэкзитом до выхода в британии вы выйти вы видите событий которые происходят там происходили 90-х годах на территории Югославии когда от Югославии насильно отпочковали на Косово и Югославия сама по себе распалась вы видите события которые происходили и происходит разворачиваться на территории бывшего союза да все это рукотворные вещи человеческие человеческих так сказать человеческих рук дела и поэтому мы не можем здесь сваливать на природу мы можем сваливать только на собственную глупость собственно я имею ввиду человеческую а теперь Африка вот пожалуй на самом деле самый интересный момент для меня это Африка да в Африке происходит постоянное изменение климата какие-то районы становятся пустынными да из-за того что там происходит нехватка воды и вот там вполне вероятно борьба за ресурсы борьба каких-то более сильных африканских с более славными для того чтобы прирасти территории но на мой взгляд опять же Африка это та территория где большому счету никогда не было каких-то но никогда не говоря никогда но скажем так в большей части континента на большей части континента в исторической перспективе не было границ стабильно да которые существовали там столетиями там так далее мы сейчас не говорим про Северную Африку Северная Африка была колонизована еще и существовала как зона цивилизации еще много тысяч лет назад но вот если мы говорим про Центральную Африку про Южную Африку то там ничего этого не было да и поэтому там границы очень мобильные они еще меняются и вполне вероятно что там возможно какая-то борьба за ресурсы борьба за воду за то же самое да за плодородную землю как раз в виде с изменением климата вот на мой взгляд единственный регион где что-то такое возможно это там второй по риску в этом направлении региона на Латинская Америка Латинская Америка особенно там где опять же люди вырубают землю вырубают леса там где люди пытаются перекроить движение рек вот там опять же тоже происходит изменение климата что влияет на появление большого количества разных болезней вымирание каких-то видов животных и так далее все это в комплексе надо воспринимать экологическую катастрофу соответственно это тоже может привести к тому что изменится ситуация экологическая в районе климатическая ситуация изменится и если это очень сильно будет бить по каким-то государством они вполне могут вспомнить про какие-то там исторические притязания на соседние государства у каждого государства есть такая такая история в загашнике всегда ее можно вытащить из старого бабушкиного сандука взмахнуть этой самой хренью в воздухе выбить из нее пыль и значит повесить в качестве флага на древко борьбы с каким-нибудь злым народом который там 100 200 300 лет назад тебя обидел чем-то и все поэтому мы имеем право на кусок его земли то есть вот в таком плане да такой плане возможно но еще раз говорю что это на мой взгляд не в перспективе ближайшие 100 лет 100 лет это гораздо более дальние перспективы потому что на текущий момент ничего такого чтобы можно было воспринимать как признаки глобальных каких-то климатических изменений катастроф там и так далее нет все очень медленно ползуча там где все это есть и пока никакой такой реальной угрозы для того чтобы там сотни тысяч миллиона людей сняли со своего места и куда-то двинулись именно из-за экологии как я уже сказал из-за человеческого фактора да сплошный ряд такое бывает а именно из-за экологии из-за климата ничего такого я не наблюдаю но как говорится будем посмотреть что там сложится дальше надеюсь что все таки разум человека он возьмет вверх с точки зрения того чтобы не допускать климатических изменений и с точки зрения того чтобы делать все чтобы климатические изменения которые случились и происходят они были так или иначе купированы так что такие мысли по этому поводу я всем друзья мои откланиваюсь всем отличного дня и числе